Край прекрасной природы с густыми лесами и зеркалами озер, где знаменитый на весь мир символ мужества Брестская крепость и Беловежская пуща, национальный парк, уникальность биоразнообразия которого отмечена ЮНЕСКО. Западная ворота страны Брест, расположенный на перекрестке оживленных путей с востока на запад и с севера на восток. Впервые город, тогда еще Бересте, упоминается в 1019 году в повести временных лет. Старше него в Беларуси только Полоцк, Витебск, Туров и Волковыск. Через два года Брест отпразднует тысячелетие и горожане к юбилейной дате подходят в хорошем настроении, а ведь еще 7-8 лет назад областной центр считался едва ли не худшим в стране. За последние годы переасфальтировали очень много улиц, что до этого как бы слышно и видно не было. Город замечательный, город с большой историей, красивая архитектура и всегда приятно нам приезжать. Очень нравится, прям вот я хожу гуляю, прям как в Европе, как в Австрии, там не знаю, прям шикарно. Намного стало больше достопримечательностей и всяких интересных фигурок и всего больше, конечно, да. Даже вот появилась улица Гоголя, которая с фонарями, с памятниками, какие-то новые идеи, какие-то новые места красивые, да. Мы здесь недавно, но очень нравится город сам по себе, очень много разных мест, где можно приятно посидеть, уютно даже. Сегодня подготовку Бреста к юбилею и в целом развитие города оценил Александр Лукашенко. Президент, впрочем, в области уже второй день и об основных социально-экономических показателях осведомлен. Поэтому перешли сразу к проблематике. К примеру, аэропорт Бреста не в лучшем состоянии. Губернатор говорит, летают всего два рейса в неделю в Калининград. Но это ведь не повод не содержать объект в порядке. Мы по советским меркам оттяпали полтысячи гектаров земли. Не ухаживаешь ты за этим аэропортом. Это плохо. Сегодня не надо он на 100%, он завтра тебе нужен будет. Вот возьми по контуру сколько надо для аэропорта, столько и остаток. Всё остальное отдай людям. Кто-то захочет построить предприятие какое-то. Подробно президенту доложили о развитии города. Брест расширяется за счёт новых микрорайонов. И как столица одного из самых экономически успешных регионов чувствует себя неплохо. Средняя зарплата, например, в этом году достигнет 1000 рублей. Но Александр Лукашенко обращает внимание, нельзя останавливаться лишь на выполнении этого поручения. Что касается заработной платы на будущее. 1000 рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх. Это хорошо. Но есть же половина, может, где-то чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня. И вообще зарплата небольшая. Поэтому в 18-19 год, особенно в 18-м, мы берёмся за эти вот нижние. Те, кто мало зарабатывает, чтобы мы в 18-м году их подтянули уже к 500 долларов, к 1000 рублям. Хотя бы ближе. Ну и за счёт их и перспективы, за счёт тех, кто уже достигли, мы будем иметь уже, может, и полторы тысячи рублей. То есть вот надо этот низ. У нас обычно социальные, Михаил Владимирович, работники и прочие. Культура. Культура. Они всегда были обижены. Поэтому надо их будет в 18-м году подтянуть до уровня средней. А сейчас нам надо застолбиться на средней зарплате. И чтобы не получилось, скажем, ну там в декабре выплаты, доплаты, а в январе опять упадёт. Ни в коем случае это допустить нельзя. Это смажем перед людьми, смажем всю эту работу. Поэтому стабильно выходить на среднюю и в 18-м году самую низкую подтягивать до уровня средней заработной платы. В целом власть должна сделать всё, чтобы и жизнь людей становилась только лучше. Но и люди должны внести свой вклад в развитие страны, добавляет президент. Мы должны заставить всех работать. Нам надо, ну конечно будет какой-то малый процент, маленький-маленький людей, которые ни на что не способны. Ну хватает у нас, к сожалению, алкашей, проходимцев в жизни. Ну как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут на западных рубежах, ездят туда-сюда проехать. Это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей всё-таки надо ставить такие условия, чтобы они всё-таки шли работать и швеями, и бетонщиками, и прочим. Понимаешь, о чём идёт? Тут такой процесс должен идти встречный. Где-то заставлять, где-то наклонять, но людей надо приучать к труду. Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит мы будем создавать вот этот класс, и он будет увеличиваться. Нам это допустить нельзя. Поэтому надо нам и там подумать, каким образом мы будем действовать. Ну, это сейчас декрет пойдёт, номер три. Власть вам будет дана исключительно в этом плане. И мы вычленим тех людей персонально. Кто может, не хочет. Кто хочет, но не может. Ну и тех, которым надо лопату в зубы, и пошёл работать. Пусть на меня не обижаются. У нас на данный момент, Александр Ильич, очень успешно. На данный момент у нас с тобой, я думал, 300 тысяч, 530 тысяч, 540 тысяч, полмиллиона безработных. Ходят вот, которые подпадают под третий декрет. А я думал, их 300 тысяч, а их вот полмиллиона. Ознакомился президент и с тем, как возводят западный обход Бреста. Условно, это полукольцевая дорога. Первая очередь уже завершена. В прошлом году в городе появился новый шестиполосный мост через Муховец. Модернизировали и транспортную развязку на пересечении с проспектом Машерова. Вторую очередь западного обхода начали возводить в прошлом году. Но сперва изменили трассу из-за сноса старой нефтебазы. Так и путь короче, и расходы меньше. Ведь тогда дорога плавно перейдёт в уже реконструированную улицу Рябцево. Для продолжения работ нужно сносить несколько домов. Семьи переселят в новостройки. Президент предупреждает, обижать людей нельзя. Людей обижать не надо. Ближе, дальше. Если сколько там семей, не знаю. Надо построить дом в лучших. 40 семей. Ну, лучше 40 квартир. На еще момент мы стоим 25 квартир. К празднованию тысячелетия областной центр активно готовится. Город традиционно день рождения отмечает с размахом. Впрочем, на любом торжестве здесь всегда заметны флаги с логотипом знакомого бренда. Брест, наверное, самый узнаваемый город на западных границах Беларуси. Иностранцев здесь всегда много. И у каждого свой символ этого города. Большинство вспомнят про Брестскую крепость. Молодежь назовет улицу Советскую. А любители спорта назовут Брестский гандбольный клуб. Но все же и иностранцы, и жители Беларуси обязательно среди символов Бреста вспомнят и молоко под брендом Савушкин. Коллектив этого предприятия сегодня также ждал встреч с президентом. Разговор с правительством, впрочем, начинается с развития молочной отрасли в целом. Серьезных вопросов у президента два. Есть ли проблемы и каковы перспективы? Мы увеличили всю гамму, вот видите, абсолютно всю гамму товара. Это позволило нам объем переработки с 5 до 6 миллионов 300 в этом году, где-то 6 800 переработаем. Реализовано на экспорт, если мы до программы реализовали с 54%, 65% у нас продукция это товарная. По отдельным видам 84,92. Ну а сыворотку... Мы свой рейд не обедняем, свой рейд не сужат, и сыворотку всю переработаем. Осталось мелочь там, осталось 2%, которые вот мы-то работаем, как очистить. Канализацию забирают население, вернее, хозяйство. Это безобразие было 10 лет назад, или 8, когда болел белымечек, по-моему, я сказал, всю сыворотку переработайте, продайте. Затем Александр Лукашенко изучил цифры по развитию Савушкина продукта. Отрицательных значений нет. Это одна из крупнейших молочных компаний Беларуси. В сутки здесь перерабатывают до 3750 тонн молока. Причем с каждым годом объемы растут. В 2017-м почти на 8% к аналогичному периоду 2016-го. Причем около 90% молока экстра и высшего сорта. Значит, из одной тонны сырья можно получить больше продукта и, соответственно, больше денег. 650 тысяч тонн они перерабатывают на своих четырех площадках. А Данон перерабатывает 2 миллиона молока. Вот мы хотим в Гомеле посмотреть, что очень огромное отрабатываем вопросы, чтобы создать такой или холдинг, или компанию, которая за миллион тонн, и вот первое место и по творогу, и по сыру плотно стать и потеснить другим. Ну а какой процент? Я так понимаю, в Савушкин только пресс. Больше у него нет ни этих прессов. И вот только молоко, да? Без пистоли, без пистоли, без пистоли, без пистоли. У вас непочатый край работает до 80%. А так вот они прессовы не присоединяют. Так нет, так не присоединяют. Тут надо речь вести о наращивании. А наращивание... Где-то, если выгодно для государства, его где-то присоединять, а где-то и наращивать. Два канала. А потом двигаться, двигаться. Мы же договаривались, что скоро будет в области одна компания. Раньше собирали трех тонн, 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 тонн. Сейчас у нас 30-тонная машина. Есть, задумываясь кольцо. Из тех же вопросов, которые мы поставили себе в логинейке, как вождение на логан. Сотраты с 11 на 4% сразу. Транспорт на росток. Глубину переработки обеспечивают за счет постоянного технического обновления. Все оборудование самое современное. А за последние 10 лет Савушкин инвестировал в расширение и модернизацию производства почти 300 миллионов долларов. В том числе и в собственное сельхозпроизводство. В Малорицком районе построили ферму на 3000 голов. Телятники и ясли для молодняка взяли в оборот пахотные земли. И зерно выращивают и для своих нужд, и на продажу. Жатву на предприятии Савушкина, кстати, закончили первыми в стране. Социальный пакет, обеспеченный жильем. Жилой дом построен на 157 квартир. То есть мы живем всем... У вас аренды уже? Нет. Мы дом построили, мы дали людям за аренды. Есть и аренды тоже. То есть вы им деньги одолжили, это ваши квартиры? Одолжили, да. Кто хорошо работает, бесплатно отдали. Правильно. Только так надо работать. После этого Александр Лукашенко изучил технологию производства творога. Само собой, во время такой экскурсии обсуждали и перспективы завода, и проблемы отрасли. И куда же без дегустации. Президент попробовал сыр Савушкин, похвалил маркетологов за оригинальность названий и яркую упаковку. Топ-менеджеры предприятия, конечно, ждали итоговую оценку от первого лица. Но сам билл передать. Но он не жив. Причем, не освежать, нет. Конечно, вообще не столько белок, здесь нет вообще жира. Прекрасно. После этого президент встретился с теми, кто и создает продукт, известный далеко за пределами страны. Ведь в первую очередь не технологии и менеджмент, а коллектив сделал возможным вручение предприятию Савушкин продукт почетного государственного знамени Беларуси за выдающиеся достижения в хозяйственном развитии. Это не только знак высокого признания заслуг всего вашего коллектива, но и показатель той народной любви, которую смог завоевать Савушкин продукт. Продукция предприятия сегодня на столе практически в каждой семье. Благодаря широкому ассортименту, отменному качеству, товары под этим брендом снискали популярность не только на родине, но и далеко за ее пределами. Их охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Корее, Израиле и многих других государствах. Только в прошлом году объем экспорта составил свыше 210 миллионов долларов. В обращении к трудовому коллективу Александр Лукашенко отметил, что успех этого предприятия – результат осознанной государственной политики, суть которой – перейти от концепции сельхозпроизводства к развитию сельской местности в целом. У белорусской деревни потенциал колоссальный, и ее возрождение уже дает результат. Вы это прекрасно чувствуете и знаете сами, потому что непосредственно работаете в этом потенциале, и его создаете. Сегодня по выпуску абсолютного большинства видов сельхозпродукции на душу населения, Беларусь существенно превосходит другие страны Содружества независимых государств. А по производству молока опережает такие развитые страны, как Нидерланды, Германия, Франция. Были времена в памяти многих, когда мы себе позволить такого ассортимента и такого количества товаров в Беларуси не могли. Помните знаменитые эталоны? Сейчас мы об этом забыли, слава Богу. Объем реализованного за рубеж продовольствия в прошлом году превысил 4 миллиарда долларов, и это на рынке падения. Внутренний рынок давно насыщен отечественными продуктами питания, а модернизация перерабатывающей промышленности, в которую государство вложило немало средств, привела к тому, что те предприятия, которые еще вчера были отстающими и нуждались в помощи, сегодня локомотив пищевой промышленности и визитная карточка страны. Миллионы долларов на развитие мощностей, молоко высшего качества от собственных сельхозпредприятий и экспорт продукции мировых стандартов. Все предприятия должны стремиться к такому уровню, который уже есть у Савушкина продукта. Столь впечатляющие достижения были бы немыслимыми без трудолюбия, без инициативы, высокого профессионализма его руководителей, специалистов и всех вас, членов трудового коллектива. С победой вас, дорогие друзья! Коллектив, конечно, был рад и вручению почетного знамени, и возможности услышать от главы государства слова благодарности за труд. Ну, какие могут быть ощущения? С президентом часто не встречаешься. Конечно, это волнительно и, ну, и в первую очередь, наверное, почетно. Приятно работать в коллективе, в который президент приезжает именно с целью вручения знамени. Перед встречей с президентом, естественно, я переживала, нервничала. Это очень торжественный момент и для меня, и для компании в целом. Уже в 2007 году президент посещал наше предприятие. Ну, я думаю, что ему есть чем сравнить, потому что наш директор Александр Васильевич сделал все возможное для того, чтобы совершенствовать данное предприятие. Если глава государства оценил нашу работу, я считаю, что она хороша, то это уже говорит о том, что мы работали нормально. Если сравнивать 2007 год и сегодняшний год, то на самом деле мы увеличили продажи в пять раз, мы увеличили производство в четыре раза, мы увеличили численность в два раза. И что ни берите, это меньше двух раз ничего нет. Все цифры практически вот за десятилетия. На самом деле мы превратились, я очень благодарен Александру Горовичу, что я сегодня с его уст услышал флагман молочной отрасли Республики Беларусь. Это его оценка. Я думаю, что она не должна, ни в коем случае никто не должен в этом сомневаться. Впрочем, такая высокая оценка не повод для самоуспокоения, говорят и рядовые сотрудники, и руководители. В конце концов, любой бизнес, даже социально ориентированный, всегда должен искать новые вызовы и добиваться новых побед. С этим на предприятии обещали не затягивать. Игорь Тур, Дмитрий Семченко, Сергей Виаль, Александр Зонов, Денис Пугачев, Игорь Хвиченя. Наши новости ОНТ. Брест.